Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по откровению Иоанна Богослова. Сегодня мы с вами читаем вторую главу. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церква. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И вот Господь обращается последовательно к семи церквям, и хотя это конкретные исторические церкви, это также обращение к церкви вообще, в том числе к нам с вами. И вот он обращается к ангелу Ефесской церкви и говорит, что знаю дела твои, труд твои, терпение твое, то есть он в курсе всего, что происходит в этой общине, и он ни в коем случае не отвернулся. Господь помнит об этой общине. Господь знает, что в ней происходит. Господь знает, с какими трудностями приходится сталкиваться. Он знает и то, что они делают хорошо, и то, что плохо в этой общине. И мы сейчас должны помнить, что Господь помнит и знает, что происходит в нашем приходе. И Господь обращается с ободрением сначала. Он говорит, знаю дела твои, труд твои, терпение твое. То есть все это не пропадает даром, Господь все это видит. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они уже ци. С самого начала существования церкви появляются уже апостолы, уже пророки, уже учителя, и Господь здесь ободряет и хвалит ангела Ефесской церкви за то, что эта церковь противится уже учителям. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. То есть он хвалит, но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою. Первая любовь — это усердие, с которым человек обычно обращается к христианской вере, и человек, который является новообращенным, он переживает такое время горения, но потом это остывает, потом это отходит на второй план. Человек ни в коем случае не становится вероотступником, он продолжает быть верующим, но в нем нет уже такой ревности, нет уже такого горения. И поэтому Господь призывает ангела Ефесской церкви вернуться, покайся, обратись и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину святильник твой с места его, если не покаешься. Иначе этот процесс духовного охлаждения, он и дальше будет идти, если его запустить, и кончится это судом Божиим. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Мы не знаем точно, кто эти были николаиты, видимо, это были какие-то еретики, какие-то уже учителя, против которых выступала Ефесская церковь. «Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквям». «Имеющий ухо дослышит» — это такая фраза, которая означает, что вы это точно знаете. Вот когда нужно было о чем-то оповестить, скажем, население деревни, приходил глашатый и громко кричал. «Кто имеет уши слышит, дослышит». Это означало, что ты не можешь сказать, что ты этого не слышал, хотя ты не расписался, конечно, лично, но ты точно слышал это, ты не можешь отвертеться. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Здесь речь идет об обещании вечной жизни, об обещании рая, которое дается всякому побеждающему, то есть всякому, кто твердо пребывает в вере. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и сия жив». Господь еще раз подчеркивает, что он первый и последний, и он тот, кто умер за наши грехи и воскрес из мертвых. «Знаю твои дела и скорби, нищету, впрочем, ты богат». Господь знает о скорби и нищете Смирнской церкви, он говорит, «впрочем, ты богат», то есть богат небесным наследием. «И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а сборище сатанинское». То есть речь здесь идет о тех иудеях, которые не уверовали во Христа. И откровение написано в самую раннюю эпоху жизни церкви, когда еще нет четкого разграничения между христианами и иудеями. Первые христиане, они все происходят из иудейской среды, как Господь наш Иисус Христос по плоти еврей, и апостолы все евреи, и первая церковь, первые христиане, они все по происхождению евреи, и они подвергаются гонениям, сталкиваются с враждебностью со стороны своих неуверовавших единоверцев, бывших своих неуверовавших единоплеменников. И Господь, ободряя их, говорит, что их гонители, они только причисляют себя к народу Божию, на самом же деле они сборище сатанинское. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Господь предсказывает гонение, которым подвергнутся верующие Смирнской церкви, и Он говорит, вы будете иметь скорбь дней десять, то есть речь идет об ограниченном сроке. То есть скорбь будет, и она будет по промыслу Божию ограничена. Когда человек сталкивается с какой-то скорбью, он страдает, думает, когда же это кончится, и Господь говорит, это кончится через десять дней, то есть это ограниченный срок скорби. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть сколько нужно быть верным до смерти, и тогда мы получим венец жизни. Так бывает, что человек пытается быть верным Христу какое-то время, потом что-то ему, с чем-то он сталкивается, что ставит под вопрос его веру, и вот он уже более неверный. Сейчас, слава Богу, нет жестоких гонений на церковь, а есть только разного рода искушения, когда человек вроде бы пришел в церковь, но его то или иное отталкивает от верности Христу, и спасение предполагает, что мы верны не до определенного момента, мы верны до конца, мы верны даже до смерти, и тогда мы получим венец жизни. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церква. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Дальше по тексту Откровения разъясняется, что такое вторая смерть. Вторая смерть – это ад. Это вечная гибель. И вот побеждающий не потерпит от нее вреда. Он, может быть, умрет физически, но он будет спасен от окончательной погибели. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела и то, что ты живешь там, где престол сатаны, и содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Имеющий острый с обеих сторон меч, который выходит из уст – это Слово Божие. Слово Божие живое и действенное, и подобно мечу обоюдоострому, как говорится в послании к евреям. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны». Господь знает, когда христианам трудно, когда они находятся в каких-то особенно тесных обстоятельствах. «Престол сатаны» – многие предполагают, толкователи, что речь идет об огромном храме Зевса Олимпийского. Это был такой центр язычества, где постоянно совершались языческие служения, где постоянно люди поклонялись идолам, и это создавало дополнительное давление на христиан. А вот почему вы не поклоняетесь? Все приличные люди поклоняются Зевсу Олимпийскому, вы не поклоняетесь. Более того, считалось, что поклонение языческим богам обеспечивает благополучие города, обеспечивает благополучие всей общины. Если вы будете оскорблять богов пренебрежением, они нашлют на весь народ какую-нибудь беду. И поэтому, когда случались какие-то беды, неурожаи, какие-то стихийные бедствия, толпа сразу обращалась против христиан. Вот все это нам прилетело из-за того, что христиане прогневали отечественных богов и им не поклонялись. «И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умирчлен верный мой свидетель Антипа». То есть речь идет о христианине, который был убит, очевидно, язычниками, за отказ поклоняться идолам. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, которые научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Это ветхозаветный пример, отсылка на случай ветхозаветного отступничества. И Господь упрекает ангела пергамонской церкви, что он терпит у себя в общине этих еретиков. «Так у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу». То есть в чем виноват ангел пергамонской церкви? Он впал в такую толерантность и терпит у себя в общине еретиков, которых ни в коем случае нельзя терпеть. Это уже учителя. «Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». «Имеющий ухо слышит да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Новое имя на белом камне – это очень глубокий образ, который означает сразу несколько вещей. Новое имя означает вступление в завет. Даже сейчас у нас обычно, когда женщина вступает в брак, она получает фамилию мужа. У нее новая фамилия, и это значит, что она теперь состоит в браке. Имя, когда Авраам вступил в завет с Богом, его имя изменилось. Его имя стало Авраам. И это изменение имени, оно знаменует, как и знаменовало в древности, новые отношения, новые отношения с Богом. Белый камень также мог означать приглашение на пир, когда царь или какой-то знатный человек желал оказать честь, каким-то людям приглашал их на пир, он присылал им приглашение на камешке, оно было написано. То есть это новое имя означает новое отношение с Богом. «И ангелу фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобные Халкаливану, зная твои дела и любовь и служение, и веру и терпение твое, и то, что последние твои дела больше первых». То есть он начинает с ободрения и похвалы. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Язавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить заблуждения рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Язавель – это известная царица из Ветхого Завета, которая вовлекла сынов Израилю в выдовопоклонство и в грех, и, очевидно, здесь это используется как иносказание. Речь идет о некой пророчице, очевидно, некой еретичке, которая проповедовала некое ужеучение, она вводила в заблуждение рабов моих, чтобы они любодействовали и ели идоложертвенное. То есть речь идет о неком сползании к язычеству. В античном мире была такая атмосфера достаточно напряженных духовных исканий. Это немного напоминает нашу атмосферу или даже нашу атмосферу 90-х годов, когда огромное количество различных учений кругом, и люди, которые ищут истину, ищут Бога, они могут весьма кружными путями ходить, много чего спотыкаться. И вот в церкви появляется эта Язавель, уже пророчица, которая воет народ в заблуждение. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Любодеяние вообще в Библии может означать идолопоклонство. Бог сравнивается с супругом своего народа, и поклонение языческим божествам сравнивается с Будом, с супружеской неверностью. Однако здесь может иметься в виду и совершенно прямое буквальное любодеяние, сексуальная распущенность, которая была характерна для языческих культов. «Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, разумеется, церкви, что я ясен испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». То есть детей ее поражу смертью, речь идет о ее последователях, тех, кто принял это уже учение. «Вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Которые не держат сего учения, не знают глубин сатанинских, то есть людей, которые не соворотились в эту ересь. «Только что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняны, а не сокрушаться, как я получу власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю. Имеющие ухо слышат, да слышат, что дух говорит церква». Речь идет о власти, которую получает христианин в жизни будущего века, и говорится о том, что язычники, то есть те, кто гонят и преследуют христиан, они в итоге сокрушатся, как сосуды глиняные, и христиане устоят и получат жизнь вечную. Мы с вами прочитали вторую главу Откровения Анны Богослова. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру Откровения Анны Богослова